Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Василий Дулепинских. Ну а ответственная задача по доставке нашей съемочной бригады возложена на комфортабельный автомобиль Черри М11, любезно предоставленный компанией Демидыч на улице Ким, 75. Комфортная среда и вот о чем поговорим сегодня. Ливневые канализации. В просторечии ливневки. Почему они так плохо работают в нашем любимом городе? Уральская погода нас сегодня побаловала. Солнечно и более-менее сухо. Мы наконец-то сможем посмотреть, как же, собственно говоря, устроены пермские ливневки и почему вода в них не уходит, когда она должна это делать. Поехали разбираться. Для того, чтобы вода исправно уходила с дороги, решетки и ливневки должны быть чистыми. Это очевидно. А теперь давайте посмотрим, вот, пожалуйста, решетка в одном из пермских дворов. И как здесь уйдет вода, если пойдет дождь или, ежели активно будет таять снег. Именно весной дорожное покрытие разрушается интенсивнее всего, рассказали специалисты автодорожного факультета политеха. И причина тому в том числе вода. Замерзает, расклинивает трещины, потом оттаивает, потом опять замерзает. Именно поэтому воду с дорог необходимо отводить. Весной тоже нужно готовить дороги вот к этому периоду, когда происходит перепад температур от минуса к плюсу, когда днем оттаивает, а ночью замерзает. Чтобы не было разрушительного действия воды мороза, нужно эту воду с поверхности проезжей части отводить. То есть содержание должно предусматривать и расчистку обочин, откосов и водоотводящих устройств. Сейчас по весне процентов 80 сообщений, которые приходят в нашу информационно-справочную службу, практически однотипны. Вода, лужи. Невозможно войти в подъезд, невозможно выйти из подъезда, невозможно подойти к остановке, невозможно пройти по улице. Лужи, лужи, лужи. Сплошная водная феерия. Причем топография особого значения не имеет. Сообщения приходят из самых-самых разных районов города. И с окраинных спальных, и с центральных улиц. Вот что обидно. Сама по себе вода – это всего лишь H2O. Ну, на дороге, ну и подумаешь. Страшно то, что может находиться под этой водой, невидимая глазу. Рассказывает президент общества содействия автолюбителям Александр Коновалов. Вот в связи с тем, что наступает весна, эти ямы окажутся скрыты под водой. Вот это самая опасность, вот весной начинается. Поэтому нужно непременно, вот это, если вы попали в такую лужу, а в этой луже оказалась яма, и вы свернули себе подвеску там прочее, непременно нужно глубину этой ямы и все тщательно замерить. Потом иначе уже будет ничего не доказать. Понятное дело, сразу же после зимы привести все ливневки в порядок невозможно. Однако работа ведется, заверили нас муниципальное управление внешнего благоустройства. Мы, в свою очередь, на наших объектах уличной дорожной сети производим по поручению главы администрации города обильную вывозку снега, очистку решеток ливневой канализации, там, где она есть, для пропуска талых вод в ливневую канализацию, очистку обочин от снега при возможности скидывания их с территории обочины, или осуществление проколов для пропуска воды в пониженных местах. Не далее, как позавчера дежурный по городу рассказывал про ливневку на 1905 года. В чем разница? Только в погоде. Позавчера был снег с дождем, сегодня светит яркое солнце, а что на дороге? А на дороге все то же самое. Текут ручьи, стоят лужи, проезжающие по 1905 машины обрызгивают пешеходов, заливают грязной водой друг друга, и ведь, что характерно, ливневку ремонтировали в прошлом году. По отчетам она здесь есть, по факту она все равно не работает. Вот такая вот она, парадоксальная, ливневка на 1905 года. В муниципальном управлении внешнего благоустройства нас заверили. Все проблемные точки им давно и хорошо известны, и находятся на особом контроле. Все места на так называемых, вот в самом начале оттаивания, это на так называемых загородных дорогах. В основном, конечно, это Мотовилихо у нас, дорога Дружбы, улица Якутская, улица, где есть пониженные места. То есть сейчас производится откидывание с обочины снежных валов, чтобы вода уходила свободно. Потом, дальше, конечно, места у нас до сих пор проблемы. На бульваре Гагарина есть, на улице Мира, перекресток с снайперов. Будем их решать в текущем режиме. Есть проблемы в частном секторе, около частного сектора. Вот такой получилась сегодня комфортная среда. О чем поговорим на следующей неделе, зависит исключительно от вас. Звоните и пишите, и предлагайте ваши темы. Мы, как всегда, с удовольствием приедем, снимем сюжеты и зададим соответствующие вопросы компетентным товарищам. Ну, а на сегодня Игорь Гиндис и Василий Дулепинских заканчивают свою трудовую вахту. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Завтра увидимся. На сегодня же все. Спасибо, удачи. Пока.